Вопреки нашим ожиданиям, Радий Фаритович не сумел Вернуться из отпуска к понедельничному совещанию Стало известно, наконец-то, что из Сочи он подался в непризнанную республику Абхазия Там он окончательно очаровался колоннадой на набережной Сухуми И тут же на месте поклялся построить точно такую же колоннаду Абсолютную копию этой белоснежной колоннады на набережной города Уфы Мы президентом Абхазии договорились, что вот такую колоннаду в Сухуми Мы воспроизведем один в один на набережной реки Белые У нас знак дружбы абхазского и башкирского народа В честь, собственно, абхазских шашлыков и башкирско-абхазской дружбы Наблюдательные жители республики отметили на видео Что Хабиров так разволновался, сообщая нам об этом радостном событии Что немножко даже путал буквы в словах, когда все это дело произносил Но все-таки я призываю не относить это к чудодейственному влиянию абхазских вин Наверное, просто действительно человек настолько вот пришел в волнение и какое-то приподнятное настроение Также жители республики с облегчением вздохнули Хорошо, что Ради Фаридович не поехал, например, в Египет или в Перу Потому что иначе бы пришлось на берегу реки Белые строить, наверное, какую-нибудь грандиозную пирамиду Ну и, собственно, самым забавным предложением было построить Эйфелеву башню На берегу нашей милеющей речушки В честь победы башкирских воинов над французской военщиной в 1812 году В итоге Хабиров в Абхазии, шашлыки и восторги Оперативное совещание пришлось ввести Андрею Назарову и молчаливому Константину Борисовичу Толкачеву В начале совещания особое отдельное внимание уделили отчету о поездке башкирской делегации На форум Инопром-2023 в город Астану Рустам Муратов и Маргарита Булчева доложили об этом грандиозном событии Бизнесмены республики Башкортостан скинулись и оплатили огромный чартер Боинг Который погрузил на борт 300 человек Из которых 100 человек было бизнесменов, а 200 было чиновников Ну и отправились в Астану Слоганом башкирской экспозиции стала неоднозначная фраза Башкортостан для тех, кто любит жизнь Ну тут какое-то тоже подсознательное отражение вот этих вот хабировских историй Насчет там хорошо работать дома, здорово, что мы вернулись Отлично, что мы наелись и так далее, и так далее На форуме были представлены стандартные ведущие предприятия республики Башкортостан Собственно, эту колоду возят уже на все мероприятия Бесплатно раздали 3000 порций мороженого И вот тут у меня, конечно, вопрос с этим мороженым Что-то тут очень странное Вот куда они не приедут, везде раздают мороженое В Питере раздавали мороженое, разливали кумыс В Астане раздавали мороженое Какое-то странное здесь ощущение создается Какая-то отсылка к детскому комплексу Насчет вот этого вот волшебника в голубом вертолете Который прилетает и раздает всем подряд эскимо Собственно, счетным итогом поездки для бизнеса в Астану Стало заключение совокупного количества контрактов На сумму около 5 миллионов долларов Ну, собственно, прям скажем так Не очень грандиозное достижение 5 миллионов долларов на 100 компаний Скромненько Ну, собственно, что есть, то есть Также сообщалось, что в скором времени Правительство Республики Башкортостан планирует открытие в Астане отдельного офиса А осенью пройдет некий важный форум Россия-Казахстан На котором будут присутствовать Путин и президент Казахстана И вот там-то, возможно, усилия внешнеэкономического блока Правительства Республики Башкортостан Будут оценены по достоинству Потому что, ну, очень уж старались Впрочем, контакты с Казахстаном, конечно, переоценивать не стоит В последнее время руководство Казахстана тщательным образом дистанцируется от России Подчеркивает то, что Казахстан будет неукоснительно исполнять все санкции Которые вводят Евросоюз, Соединенные Штаты против России Собственно, сама экономика Казахстана неуклонно дрейфует в сторону Китая Отплывая подальше от братской России Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов И объяснимую настороженность всех братских, бывших братских республик СССР В отношении России В том смысле, что Россия в последнее время демонстрирует способность Отыскать какую-нибудь военщину, врага или нацистов Ну, собственно, на пустом месте или в любом месте Так что тут взаимоотношения с Казахстаном Собственно, нельзя, еще раз повторюсь, переоценивать В том плане, что, может быть, эти надежды и излишни Завершая вступительную часть, дали слово министру туризма и поддержки предпринимательства Рустему Авзалову И он рассказал, что в республике Башкортостан Началась неделя поддержки предпринимательства Под названием «Фабрика будущего» Ну, будущее предпринимательства в республике, конечно же, весьма неопределенно Но куда неопределение будущее самого Рустема Ахмедкаримовича В данный момент министр туризма и поддержки предпринимательства Находится под судом И его обвиняют в превышении служебных полномочий Повлекших существенное нарушение интересов общества и государства Вот так вот звучит обвинение Ну, совершенно непонятно, как подобный персонаж вообще находится в правительстве до сих пор И почему ему доверяют взаимодействие с бизнесом Но, тем не менее, в ближайшую неделю Господин Авзалов будет интенсивно расходовать бюджетные средства Выясняя, как же расходовать бюджетные средства, чтобы помогать бизнесу Ну, собственно, помогать бизнесу на самом деле очень просто Ему нужно только не мешать Достаточно просто не мешать, и тогда бизнес будет развиваться Но Рустем Ахмедкаримович Конкретно, совершенно конкретно и прямолинейно заявил, что ему очень хочется быть ближе к бизнесу Ну и ничего с этим не поделаешь Вообще, в приличном обществе и в приличном правительстве подобных людей, например, ну, хотя бы отстраняют от своих полномочий до завершения судебного разбирательства Особенно, когда оно идет вот с такой формулировкой Я уж не говорю о том, что в совсем приличных странах подобных министров сразу же увольняют Ровно два месяца, день в день Мы не видели на оперативных совещаниях госпожи Прочаковской После вот этого грандиозного фиаско с дезертиром, гранатами, героическими переговорами Хабирова и прочее-прочее Что, по моему глубокому веждению, является продуктом пиар-технологии той самой госпожи Прочаковской Так вот, после этого фиаско ее вот на два месяца затолкали подальше и поглубже И видно и слышно ее не было Но прошло два месяца и, судя по всему, Елену Анатольевну простили Андрей Назаров попросил ее доложить, как он выразился, о трендах в соцсетях Поначалу Елена Анатольевна вновь заиграла на своей любимой валунке песню «Все хорошо, прекрасная маркиза» Перечислила стандартный список проблем, которые, по ее мнению, волнуют жители Республики Башкортостан И выглядит он следующим образом На первом месте дороги, на втором ЖКХ, далее благоустройство, общественный транспорт, медицина, образование, социальное обслуживание На восьмом месте мусор и вывоз мусора, на девятом военная служба и на десятом проблема строительства Елена Анатольевна, сама того не понимая, декларирует беспомощность усилий команды Хабирова в решении этого списка вопросов Вот уже четвертый год подряд она нам зачитывает этот список проблем Тем самым подчеркивая, что ни одна из этих проблем никоим образом не решается администрацией Хабирова Ну, у Елены Анатольевны вот такое введение вопроса А далее госпожа Прочаковская вовсе сообщила ошеломляющую вещь Оказывается, многим жителям Республики Башкортостан уже прислали счета за отопление в сентябре месяце При том, что никакого отопления в домах в сентябре месяце не было Это коснулось, в частности, тех, у кого отопление исчисляется по нормативу И Елена Анатольевна стала утешать этих людей тем, что им, конечно же, нужно заплатить и придется заплатить Но, возможно, и может быть, им не придется платить за отопление в мае И Елена Анатольевна это объяснила тем, что в Республике Башкортостан принят такой подзаконный акт Некий регламент, что-то очень частное и только для нас Который описывает, что оплата отопления идет по схеме 8,4 То есть за 8 месяцев в году нужно платить за отопление И Прочаковская утверждает, что придется платить за отопление, есть оно или нет Некоторые ресурсоснабжающие организации в некоторых муниципальных образованиях выставили уже счета за отопление Хотя отопление еще не подавали Это касается тех домов, где платят по нормативке Напоминаю, что по жилищному кодексу, по правилам, вернее, не по жилищному кодексу, по правилам, а по регламенту нашему региональному Мы платим по нормативу за 8 месяцев в году, независимо от того, подают отопление или нет И хочу всем сказать сразу, что нарушений с точки зрения юридических здесь нет Если в сентябре тепло не подавали, а счета выставили, это не нарушение законодательства Это значит, что потом в мае не будут выставлять жителям счета, независимо от того, будет отопление или не будет отопление в мае Потому что сентября по апрель включительно, это 8 месяцев в году Это вот из основного, на что хотелось бы обратить особое внимание А вот тут стоп! Во-первых, 8 месяцев, если отсчитывать от сентября, они заканчиваются в апреле включительно апрель То есть в мае, в принципе, ресурсоснабжающие организации топить не должны, а мы не должны платить Но тут есть один казус В сентябре отопление не подавалось То есть, по сути, мы получаем ситуацию, что мы обязаны заплатить за услугу, которая точно не была предоставлена Кроме всего прочего, еще в 20-х числах сентября правительство республики отчитывалось о неготовности О неполной готовности многоквартирных домов к приему этого отопления Что говорит о том, что услуга эта не только не была оказана, но и не могла быть оказана Но Елена Анатольевна настаивает, платить нужно В частности, мэрия Уфы буквально на минувшей неделе докладывала о том, что готовность к 1 октября 2023 года многоквартирных домов в городе Уфе составляет 96% То есть, мы не можем говорить о полной готовности всех домов к приему тепла И более того, совершенно очевидно, что этого тепла и не было даже в тех домах, которые готовы к отоплению То есть, что мы получаем на выходе? Получаем на выходе, что в прямом эфире оперативного совещания правительства Высокопоставленная чиновница заявила о том, что мы в любом случае обязаны оплачивать не просто то, чего не получили, а то, чего даже не могли получить Как это может быть расценено с юридической точки зрения, я пока не знаю Я призываю юристов, разбирающихся в этих вопросах, немедленно начать анализ подобного заявления То есть, насколько мне известно, в России существует законодательство, которое защищает потребителей от предоставления недоброкачественных услуг От непредоставления услуг и требования по их оплате и так далее Вот, на мой взгляд, мы видим именно это Прочаковская заявила, что мы обязаны оплатить несуществующие услуги Далее перешли к обсуждению текущего состояния на дорогах в ЖКХ и ЧАЭС И прежде чем предоставить слово представителю министра транспорта и дорожного строительства Андрей Назаров укорил, поставил на вид своим подчиненным ситуацию с пробками в городе Уфе Он потребовал от Минтранса и от ГИБДД усилить борьбу с пробками на дорогах Уфы Во-первых, запретить строительные работы, ремонтные работы в выходные дни и в пятницу, чтобы разгрузить трафик Во-вторых, ускорить разбор ДТП, которые неизбежно происходят на дорогах Действительно, незначительные ДТП зачастую очень значительно существенно тормозят транспортные потоки А вот по моим личным наблюдениям, два стукнувшихся автомобиля без всяких жертв и пострадавших Могут часами стоять на дороге в ожидании либо аварийных комиссаров, либо представителей ГИБДД Для того, чтобы зафиксировать события Вот буквально едешь в одну сторону, через 2-3 часа едешь обратно Те же самые столкнувшиеся легковушки стоят на дороге, блокируя проезд На мой взгляд, совершенно справедливое замечание Также Назаров предложил чуть позже запретить левый разворот на некоторых дорогах Мотивируя это тем, что во всем цивилизованном мире это уже сделано И это существенно ускорит движение по полосам Тут я не берусь судить, тут действительно нужна аналитическая оценка этой ситуации Потому что с одной стороны действительно вставший левый ряд тормозит движение С другой стороны, ну как-то же надо разворачиваться В общем, вот такое требование Назаров выдвинул своим подчиненным И передал слово представителю Минтранса На этот раз это была заместитель министра транспорта Минакова Любовь Викторовна Любовь Викторовна сообщила нам о том, что за минувшую неделю случилось 71 ДТП В котором пострадало 79 человек и погибло, к сожалению, 11 человек Общая статистика дорожно-транспортных происшествий в республике сохраняется на ровне тревожной Самих дорожно-транспортных происшествий суммарно пока все еще больше, чем в прошлом году Но вот зато погибших и пострадавших чуть меньше Будем надеяться, что Минтранс выдержит эту динамику В свое оправдание в бездействии Минтранса по части разгрузки трафика Минакова сообщила, что в скором времени будет создана некая интеллектуальная транспортная система В городе Уфе Система эта будет с датчиками движения и загрузки трафика и умными светофорами Ну, очевидно, что вся надежда автомобилистов и Минтранса республики Теперь на то, что управлять транспортными потоками в городе Уфе будут датчики А не бестолковые чиновники Минтранса Далее передали слово Юрию Палтусову Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Судя по всему, все министры у нас вслед за Хабировым и Мавлиевым ушли в отпуск И Палтусов сообщил нам о том, что он зафиксировал всего два случая отключения коммунальных ресурсов Свыше 8 часов в республике за минувшую неделю Ну, еще 67 аварий случилось, которые удалось устранить быстрее, чем за 8 часов В 20 муниципалитетах приступили к подаче тепла в больницы, школы и детские сады А также Юрий Палтусов сообщил, что на данный момент в республике к отоплению подключено 766 многоквартирных домов Это примерно 5% от всего количества многоквартирных домов в регионе Массовое подключение отопления в жилые дома Палтусов прогнозирует на 8 октября Услышав эту дату, я вдруг понимаю, что мы не просто должны будем заплатить за несуществующее отопление в сентябре Но еще и за несуществующее отопление в октябре Потому что ресурсоснабжающие организации немедленно взыщут с нас за отопление еще и за 8 дней октября В которой тоже этого отопления не было Если и будет, это отопление будет подано именно 8 октября А не факт, что к этому времени еще наступят вот эти вот температурные разницы, о которых говорилось ранее Напомню, что по нормативу тепло должны подавать тогда, когда в течение 5 суток подряд Среднесуточная температура не превысит 8 градусов То есть 38 дней несуществующего отопления, и это как минимум С нас потребует оплату за несуществующую услугу А это на минуточку 15% от всего отопительного сезона Позвольте То есть вот так вот легко и непринужденно Вот эта ресурсоснабжающая сфера добавила к своей рентабельности 15% То есть тепло не подается Топливо не тратится Энергия не вырабатывается Но в полном объеме они потребуют оплатить вот эти 15% Согласитесь, нехилая рентабельность, но это еще и плюс к тому, что они зарабатывают в течение самого отопительного сезона На мой взгляд, возмутительная ситуация, и она требует немедленного вмешательства и юридической оценки Завершая свой доклад, господин Палтусус с тревогой напомнил, что муниципалитетам необходимо быть готовыми к подаче тепла Надо же, какая свежая мысль и какая свежая ремарка Складывается ощущение, что все-таки беспокоится министерство ЖКХ о готовности к подаче этого тепла Мы вчера в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на которой, кстати, не забудьте подписаться Провели такой блиц-опрос Он длился меньше суток и, на удивление, привлек очень большое внимание наших подписчиков Так вот, мы задали простой вопрос Вы спокойно готовитесь к отопительному сезону? То есть, вас не беспокоит, как он пройдет? Или у вас есть какое-то беспокойство? Так вот, 87% опрошенных сказали, что они полагают, что предстоящий отопительный сезон будет тревожный и насыщен авариями И там остальные голоса разделились примерно как 4,9% Это 4%, которые с восторгом воспринимают готовность сферы ЖКХ и инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону И 9% это те, кто независим от центрального отопления и отапливаются при помощи АГВ 87% из опрошенных встревожены готовностью ЖКХ, а господин Палтусов встревожен только слегка Далее обсудили вопрос о расселении аварийного жилья в республике Башкортостан Собственно, была некая федеральная целевая программа, из которой республике был выделен 1,7 млрд рублей Из которых 1,5 млрд уже освоено И по плану, в рамках вот этой программы, должны были быть расселены 213 квартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года Из этих 213 домов 198 уже расселены Собственно, 99 тысяч квадратных метров жилья было признано аварийным до 1 января 2017 года И уже расселено 8 тысяч человек К окончанию 2023 года планируется расселить еще 19 тысяч квадратных метров И, собственно, примечательно, что в докладе господина Сидоркина, который отвечал за этот вопрос и докладывал на эту тему Прозвучала одна интересная цифра Из вот этих 99 тысяч квадратных метров Только 57 тысяч были расселены силами государства То есть остальные 42 тысячи квадратных метров расселялись за счет застройщиков, получающих высвобождающиеся территории и площади под застройку На самом деле, вот эти 213 домов – это только треть от выявленной потребности в расселении аварийного жилья Еще 580 нанквартирных домов признаны аварийными после 1 января 2017 года А это ни много ни мало, еще 230 тысяч квадратных метров И 15 тысяч человек в них проживающие Пока непонятно, найдутся ли на эти задачи деньги А это, по моим подсчетам, свыше 6 миллиардов рублей Которые больше ниоткуда получить, кроме как из федерального бюджета Помните, да, у нас в бюджете Республики Башкортостан остался загашник всего-то 500 миллионов А тут еще колоннаду надо строить и мраморные урны покупать А вот в федеральном бюджете сейчас не все здорово Федеральные власти скорее пустят эти средства на какой-нибудь Мариуполь, а не на Уфу Да и с самим, собственно, расселением аварийного жилья Равно как и с подходами по принятию решения в отношении этого расселения Конечно, вопросов очень много Помните вот эту легендарную историю Сандро Филиппова Заместителя мэра Уфы Который, ну, еле-еле открутился от того, чтобы его засадили на долгие годы И речь шла как раз именно о каком-то таком вот двойном расселении этого жилья Там очень мутная была история Саша бегал вообще и крутился как уш на сковородке Ну, выкрутился, ладно Но вопросы, конечно, остались И, собственно, манера и порядок расселения жилья Совершенно непрозрачный в Уфе Взять хотя бы вот ту историю, которая вот сейчас разворачивается В квадрате Пушкина-Гоголя Когда три многоквартирных дома признаны аварийными Ну, явно только для того, чтобы освободить территорию И построить эту золотую землю Застроить ее огромной башней-небоскребом Потому что там, очевидно, дома вовсе не аварийные Ну, хотя бы в сравнении с тем, как выглядят и внутри, и снаружи дома В глубокой Черниковке или где-нибудь на проспекте Октября Около у Нирмага Уфа Там балконы падают у пятиэтажек Но они упорно не признаются аварийными А вот эти вот вполне себе добротные, нормальные Трехэтажные, кстати говоря, кирпичные дома В центре Уфы внезапно признаются аварийными Так что вопросов много А самое главное, что очень большой объем аварийного жилья Пока подвисает в воздухе Напомню, 230 тысяч квадратных метров жилья На данный момент признаны аварийными И перспектива их расселения абсолютно неясна Завершили оперативное совещание Очень важным вопросом И, как ни странно, и к моему большому удивлению Опять вернулись к вопросу отопления Заслушали доклад руководителя Госкомитета по жилищному надзору Артура Давлетшина, который доложил о результатах проверки Готовности многоквартирных домов Республики Башкортостан К отопительному сезону 23-24 годов Господин Давлетшин доложил о том Что проверки готовности к отопительному сезону Подверглись примерно 50% многоквартирных домов Республики А именно 8207 Совершенно непонятно, почему не были проверены все дома Ну, окей, не смог Давлетшин Примечательно, что в 93% многоквартирных домов Из числа проверенных Были выявлены нарушения готовности 28 745 нарушений выявил господин Давлетшин На данный момент свыше 1700 нарушений так и не устранены В 48 районах Республики Башкортостан Готовность к отопительному сезону на таком уровне Что потребовалось вмешательство прокуратуры И возбуждены административные дела в отношении должностных лиц Вот картинка, на самом деле, жутковатая Которую нарисовал господин Давлетшин И напоминаю, на этом фоне Госпожа Прочаковская утверждает Что мы обязаны оплачивать Несуществующее отопление в сентябре При том, что ее коллеги Заместитель министра Жилищно-коммунального хозяйства Председатель Госкомитета по жилищному надзору Однозначно заявляет о том Что система все еще не готова К отопительному сезону Но Прочаковская нам уже выкатила счета Чудесно В целом, доклад господина Давлетшина Нес, конечно, однозначный контекст На тему мы вас предупреждали При этом, хотя бы понятно Что далеко не все многоквартирные дома В республике готовы к подаче тепла Даже сейчас Но при этом квитанции на оплату Несуществующего отопления Многие уже получили В общем, конечно, главным вопросом оперативки Стал вопрос вот этого Самого несуществующего отопления На мой взгляд, это, конечно, уже запредельная наглость Мы последние годы Конечно, были в ужасе от того С какой скоростью Росла цена на отопление В частности, в республике Башкортостан Напомню В Башкирии Самый высокий базовый тариф на отопление Он у нас выше, чем в Чуменской области Чем в районах Крайнего Севера И так далее, и так далее Так вот Они теперь пошли дальше То есть, видимо, там у них красных линий нет Как говорит Владимир Путин Теперь нам выставили счета за несуществующее отопление Ну, так еще немножко И они будут требовать, чтобы платили за отопление в июле-августе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!